Избиение, унижение, угроза, имитация расстрела. В сети распространяется видео, на котором россияне издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас армия РФ пытается вести наступательные действия. На обнародованных кадрах россияне ведут украинских военнопленных с завязанными глазами, заставляют петь гимн несуществующего Советского Союза и бьют их. Мне что знают гимн Советского Союза? Свинья, что не поешь? От удара один из украинских защитников упал на землю. И тогда солдат РФ, заставляя его подняться на ноги, угрожал убить и выстрелил из автомата в землю рядом с головой пленного. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас армия РФ пытается наступать. По факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении уже открыли уголовное производство, сообщили в офисе генпрокурора. Сейчас правоохранители работают над установлением личности потерпевших и военнослужащих армии РФ. Тем временем украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН. Он подчеркнул, что данный случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права России. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными не исключение исправил, а привычная тактика для оккупантов, говорит украинский омбудсмен. Более того, известно о нескольких случаях казни безоружных солдат в СУ, сдавшихся в плен. Так, в декабре 2024 года появилось видео убийство троих украинских военнопленных в районе Работино Запорожской области после боя. Украинских солдат просто поставили на колени и расстреляли из автоматов. 24 февраля в одном из телеграм-каналов была опубликована видеозапись, как российские армейцы во время штурма украинских позиций между селами Ивановская и Хромова Донецкой области расстреливают семерых пленных солдат в СУ. Кроме того, 6 апреля 2024 года в одном из телеграм-каналов появилось видео, как российские военные расстреляли троих пленных украинских военнослужащих. На обнародованных кадрах видно, как представитель Вооруженных сил России несколько раз стреляет в безоружных неподвижных военных, вероятно, и с автоматом. В описании под видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынок Херсонской области. Только за эту зиму россияне казнили по меньшей мере 32 украинских военно-пленных. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ООН. Кроме того, в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 организация опросила 60 недавно освобожденных украинских военно-пленных мужчин, которые провели в неволе от трех недель до двух лет. Показания этих пленных подтвердили ранее задокументированные способы широко распространенных пыток, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказаний в российском плену, а также в условии содержания, не соответствующих международному праву. Вот что рассказывал ранее освобожденный из плена РФ украинский военный. В миссии ООН отмечают, что последствия повторных пыток, жестокого обращения, изоляции и плохих условий в российском плену оказали серьезное влияние на физическое и психическое здоровье многих украинских военно-пленных с риском долговременных негативных последствий. Пытки и побои россияне применяют как к мужчинам, так и к военно-пленным женщинам. Марьяна Чичилюк, освобожденная накануне из российского плена, полицейская из Мариуполя показала последствия жестокого обращения. Девушка опубликовала фотографии ног, полностью покрытых синяками. Для тех, кто говорит, что женщин не бьют. Возвращаясь к случаям казней украинских военно-пленных, сейчас ведется расследование почти трех десятков таких уголовных дел касательно 54 украинских военно-пленных, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Случаи казней украинских пленных фиксируются с марта 2022 года. Расследование усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления, говорят правоохранители. При этом суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Донбасса, чтобы первыми узнавать о самых главных событиях войны.